Библейский портал экзегет.ру представляет 48 глава книги Иисуса Сына Сирахова, я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. Были вожди, они же судьи, были цари, теперь, конечно, пророки, те, кто ведет народ. Это бывают разные люди в священной истории, важно, что они напоминают остальному народу о Боге, важно, что они стремятся его волею каким-то образом преподать остальному народу, чтобы тот жил по ней, но бывает это с разным успехом. И вот в 48 главе наш автор, который перечисляет различных мужей веры, как в послании к евреям, ближе к концу это происходит, так и здесь уже в самом конце книги, доходит до пророков. «И восстал Илья, пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навел на них голод и ревность свою, молил число их». Ничего себе, то есть не просто был голод в времена Ильи, но он навел его. Получается, пророк — это, знаете ли, не всегда хорошо, когда в народе есть пророк с точки зрения самого народа. Казалось бы, процветание должно быть, а он, наоборот, навел голод, чтобы люди как-то в себя пришли. «Словом Господнем он заключил небо и три раза низводил огонь». Заключил небо, то есть не было дождя. Вместо дождя — огонь, который сходил на воинов, присланных его арестовать. «Как прославился ты, Илья, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобой в славе? Ты воздвиг мертвого от смерти». История про мертвого мальчика, которого он оживил, молитва его оживила. «Изада словом Всевышнего». От смерти «Изада словом Всевышнего». «Ты низводил в погибель царей и знатных сложа их? Ты слышал на Синае обличение на них и на Хариве суды мщения?» Вот он как такой второй Моисей, который беседует с Богом на этой святой горе. «Синае или Харив» — два названия для нее. «Ты помазал царей на воздаяние, и пророков преемники тебе». Помазал царей на воздаяние, то есть определил им воздаяние от Бога, возвестил. И пророка Елисея сделал своим преемником. «Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утешить гнев Божий, прежде чем обратиться он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова». Это как в конце книги Малахии, когда должен прийти пророк Илья для того, чтобы обратить сердца сыновей к отцам и отцов к сыновьям. «Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью, и мы жизнью поживем». Такая странная концовка. «И мы жизнью поживем». То есть, герой веры, который давно ушел из этого мира, тем не менее, дает нам надежду на нашу жизнь. Потому что этот его подвиг, он по-прежнему важен, он по-прежнему с нами. «Илья сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его. Когда Илья был вознесен, то Елисей, соответственно, стал его преемником. В одни свои не трепетал пред князем, и никто не превозмог его. Ничто не одолело его, и по успенью его пророчествовало тело его, когда, прикоснувшись к его останкам, мертвый ожил. «И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его». О нем так кратко, но тем не менее. Пророческая традиция сохраняется. Это именно традиция, когда от одного переходит к другому. «При всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей, рассеяны по всей земле». Это про Вавилонский плен. Пророков было намного больше, но вот упомянуты два наиболее ярких. «И осталось весьма мало народа и князь из дома Давидова. И некоторые из них делали угодную Богу, а некоторые умножали грехи». Языкия, это царь Языкия, укрепил город свой и провел внутри его воду, пробил железом скалы и устроил хранилище для воды. В туннеле Языкии, по которому он провел воду от загородного источника внутри Иерусалима, до сих пор сохранился, потому что он под землей, его трудно разрушить. В одни его сделал нашествие Синнахирима, а та ассирийский царь, и послал к нему Рапсака, своего военачальника, который поднял руку свою на Сион и много увеличался в гордости своей. Произносил там всякие речи, что, дескать, другие боги и народы не устояли, и вам не устоять с вашим богом. «Тогда затрепетали сердца и руки их, они мучились, как родильницы, как рождающие женщины. Воззвали они Господу милосердому, простиравшись к нему руки свои, и святой скоро услышал их с неба и избавил их рукой Исаии». Пророк избавил, ну, бог через пророка, но, казалось бы, а при чем здесь пророк? Пророк просто объявлял Исаия, причем был довольно резким пророком, он постоянно обличал Иерусалим. Но оказывается, что именно его молитва и спасла их. Почему об этом в книге самого Исаии мы, в общем-то, не читаем? А мы читаем этот эпизод, когда осада сирийская завершилась ничем, но как бы это не заслуга Исаии, это что-то другое. Но потому что пророк — это вот такой посредник между народом и богом, поэтому все, что бог дарует народу, это в конечном итоге через пророка. «Он, святой, то есть Господь, поразил войска ассирийные, ангелы его истребил их. Ибо языки делал угодное Господу и крепко держался пути Давида, отца своего, как заповедовал пророк Исаии, великий и верный в видениях своих». Вот образец, как должно быть устроено общество и государство. Пророк пророчествует, царь его слушает. Пророк не царь. Царь не пророк. Это две разных роли, но важно, чтобы они были вместе и согласны. В его дни, языки, солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю. Это уже Исаия прибавил жизни царю, когда тот заболел, но Исаия пророчествовал, что это будет к выздоровлению, а потом языки попросил о чуде, чтобы солнце возвратилось назад, и тень обратно прошла по ступеням, тень спускалась по ступеням. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал светующих в Сионе. До века возвещал он будущее, и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось. Очевидно, идет речь про то, как в книге Исаия говорится о возвращении из Уилонского плена, хотя Исаий умер задолго до начала этого самого плена. Ну вот о пророках 48 глава, а 49 вдруг неожиданно вернется к теме царей, потому что пророк-то говорит, а царь может сделать, и поэтому роль царя, она, в общем-то, оказывается важнее, чем роль пророка, только жаль, что цари праведные попадались в истории Израиля редко, но вот об этом будет 49-е. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ